Здравствуйте! На общественном совете 2019 год назвали не иначе, как фундаментальным для реализации будущих проектов Росатома по очистке страны от промышленных отходов. Первые изменения уже произошли в нормативной базе, и в ближайшее время они начнутся в реальной жизни. Теперь о том, что же такое промышленные отходы первого-второго класса. Они практически не перерабатываются в естественных условиях. Отходы есть в быту, батарейки, ртутные термометры, люминесцентные лампы, но больше всего их в промышленности. Это сели мягчика, отходы мягких продуктов и так далее. Вот как это выглядит в жизни. Это несанкционированная свалка в городе Дзержинске Нижегородской области. Сегодня без отходов никуда. Они образуются каждый год, а утилизируют лишь полтора процента от общей массы. При участии Росатома можно будет перерабатывать все объемы. Это сотни тысяч тонн в год. Для этого нам нужно будет создать семь крупных комплексов. Четыре из них уже есть. Это комплексы, на которых до 2017 года уничтожали химическое оружие. А еще три придется строить заново. В результате Росатом создаст новую подотрасль. Все работы проводят с участием общественности. Обычные жители уже сейчас могут позвонить на горячую телефонную линию и задать интересующие вопросы. Затем смогут сами контролировать экологическую безопасность. Была поездка, как я еще раз говорю, в Горный. Было совещание у нас и в общественной палате вместе с представителем областной думы. Рабочая группа работает в областной думе Саратовской области. Рабочая группа создана у нас при общественной палате. И, соответственно, сейчас уже больше информации есть. Именно технологических каких-то решений, которые после всех обсуждений, конечно же, там в октябре до, наверное, приезда еще раз в наш регион представителей Росрау, соответственно, мы будем обсуждать и доводить это до людей и дальше, так сказать, свои давать какие-то предложения и комментировать данную ситуацию. Экологи и общественники в регионах, где появится комплекс, уже наладили взаимодействие с Росатомом. К нам пришли документы, уже немножко проясняющие, что здесь будет, каким образом будет проводиться. Но мы ждем проект по этому объекту, конкретный проект, то есть техническое задание к выполнению всей этой работы. У нас при общественной палате создана экспертная группа, которая готовится очень тщательно посмотреть проект, высказать свои пожелания, замечания и предложения по этому проекту, чтобы, если такое предприятие у нас будет построено, но оно должно быть экологически безопасно. Все семь заводов начнут работать до конца 2024 года. И вот тогда в современной России, наконец, начнут избавляться от неприятного наследия.